Особое мнение на 101FM Дела московских журналистов и актеров Я немножко напомню, Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков После акции через 5 дней его отпустили Сняли обвинение из-за отсутствия доказательств Уголовное дело многие посчитали местью за расследование журналиста Павел Устинов, актер, его задержали во время протестной акции в Москве Причем, судя по видео, он в ней даже участия не принимал В итоге судили на 3,5 года за то, что якобы повредил плечо полицейскому Вывих плеча там был Затем отпустили по подписке о невыезде По всей стране, в том числе в Кирове, прошли акции в поддержку Журналисты, в частности, портал «Свой Кировский» Выходили с одиночными пикетами к фонтану На пятом этаже прошла читка Также в поддержку Устинова в ней участвовали кировские актеры А обычного гражданина у нас в стране кто защитит? Ну, ровно по этому, по такой вот реакции там людей То есть необходимо говорить не только о тех фамилиях, в честь которых люди выходят То есть я считаю, что необходимо отпускать всех Задержанных по акции протеста Задержанных по другим политическим поводам То есть необходимо отпускать всех И это такая, ну, собственно, мера предосторожности Когда профессиональное сообщество Когда там какие-то тематические сообщества вписываются за своего Необходимо понимать Необходимо принимать в этом участие Необходимо поддерживать и формулировать требования Не просто отпустите там Павла Устинова А отпускайте всех Но сейчас этого... Почему? Это есть Это есть Очень многие люди, как бы, говоря там Павел Устинов Подразумевают, что... И добавляют, что необходимо отпускать там всех фигурантов московского дела И чем чаще это будет, ну, именно такой акцент ставится Тем... Ну, тем полезнее будет Но, тем не менее, тех, кто на слуху отпускают Тех, кто не на слуху, с теми ситуациями сложнее Ну, будущее покажет То есть ничего еще не закончено Но, по крайней мере, там, если у вас вопрос был, там, кто заступится за простых людей За простых людей заступятся те, которые услышали об этом деле О связанном с этом деле через, там, какие-то известные фамилии Вот, и когда, там, журналисты или актеры выходят за что-то В честь кого-то протестовать, там, высказывать свое мнение То они высказываются в том числе, там, по поводу вообще ситуации Которая к этому привела Вот, не только за своего коллегу А ситуация привела, там, много фамилий А вообще, на ваш взгляд, вот, исход этих обоих дел, он о чем говорит? Кто-то уже это назвал вывихом власти, да? По аналогии с вывихом плеча Вот, на ваш взгляд, что это такое? Ну, как, ну, это такие обычные акции устрашения со стороны власти То есть, это, как говорится, там, мы можем, там, брать в том числе, там, любых людей Там, а нечего ходить по протестным мероприятиям Там, думайте, где вы можете оказаться Там, завтра, послезавтра случайно выйти из метро Смотрите, намеренно обходите места, где есть какая-то активность Там, протестная, не протестная, там, ну, грубо говоря, больше трех не собираться И, тем самым, власть демонстрирует нам вообще все равно Кто попадется под руку Ну, вот это пока в Москве, да, такая тенденция серьезная Допустим, в Кирове у нас, ну, не будем, там, брать Архангельскую, например, область, да? Но в Кирове у нас такого вообще... Это совершенно конкретные организационно-управленческие, там, усилия То есть это совершенно конкретные, там, акции Потому что в той же Москве, там, были разные даты Было, там, и 27 июля, и, там, 3 августа И, там, другие даты И полиция вела себя по-разному И, оказывается, в многотысячной толпе Там, можно вести себя по-разному Можно кого-то брать, можно кого-то... Можно, там, забирать, там, десятками И развозить, там, в самые дальние отделы полиции Можно не брать никого Вот, и, на самом деле, разницы в поведении, там, людей Это особого нет А если, вот, не с точки зрения, там, полицейского беспредела Или, там, позиции власти смотреть А с точки зрения реакции россиян на это? Ну, чем больше люди узнают Тем сильнее начинают как-то относиться То есть, я знаю людей, которые, там Ой, так это же в Москве Ой, это нас не касается Мы же не такие, мы же... Нас это никак не касается Мы скромные люди Мы, там, никуда не ходим Вот, но, чем больше люди смотрят видео Там, вот, с таких вот показательных выступлений И видят, ну, всю несправедливость, там, допустим Неразумность поведения, там, жесткость реакции властей Люди начинают задумываться И, там, склоняться к какой-то, там, определенной точке зрения Некоторые действительно пугаются И говорят, вот, для своих детей, там, ни за что не отпущу Некоторые говорят, что мы сами готовы выйти Потому что, вот, мы видим, что происходит И с этим надо что-то делать Ну, в то же время, да, кто-то говорит Я в сторонке, а в то же время в регионах поддерживают, там, тех, кто... По крайней мере, для людей это становится вопросом осознанного выбора То есть каждый определяет свою личную, там, линию поведения И это становится именно осознанным выбором Хочу перейти к темам местным, региональным Но в то же время связано Все связано Наши обычные граждане, кировчане В данный момент протестуют против завода в Марадыково И вот в эти выходные опять выходили на эко-протест В том числе и чтобы поддержать протесты в Шиесе В то же время, как стало понятно После визита к нам представителей Росрау Вопрос о проектировании объектов в Марадыковском уже давно решенный Есть ли смысл тогда этих митингов вообще какой-то? Ну, что значит вопрос давно решенный? То есть в любом вопросе есть некая глубина, там, ширина То есть принципиально то, что с объектом надо что-то делать Ну, да, вопрос решенный Вопрос, что именно и как именно И какие именно технологии использовать Это еще, ну, такой Еще вопрос в процессе обсуждения Ну, вот они говорят, мы вам проект сделаем, покажем А дальше уже может быть что-то Пока проект не сделан То есть можно настаивать, чтобы к этому проекту Были какие-то особые пункты технического задания Необходимо обсуждать, там, условия проекта, там, технические, там, прочее Ну, с моей точки зрения вопрос прост При обсуждении, там, большого проекта Который, на который правительство Российской Федерации Выделяет достаточно крупную сумму, там, денег Который будет реализовываться в регионе Задача управленческая состоит в том Чтобы посчитать возможную, там, пользу от этого проекта Что это даст Кировской области Кировской области местным жителям И возможный ущерб, который этот проект может нанести Ну, и взвесить на, там, каких-то, на чаши каких-то весов Что получат жители, что получат регион Там, будет ли польза перевешивать, там, возможные издержки Если будет, то да Можно в этом направлении двигаться Но надо предусмотреть, чтобы как-то увеличить количество этой пользы Будет ли это польза, там, в экономике, там, выражаться, там, в какой-то инвестиционной привлекательности Там, финансирование, там, регионов, финансирование районов Там, строительстве инфраструктуры, там, для людей Вот, это обсуждаемо Вот, и здесь надо именно настаивать Надо демонстрировать, что мы не за, там, любой проект Мы за те проекты, которые, там, несут какую-то безусловную пользу То есть обращение это к местной власти, в первую очередь к региональной Которая окажется, на данный момент, где-то в стороне стоит Ну, да, создается такое впечатление иногда Вот, но задача жителей напоминать о себе О том, что, там, у нас есть потребности Если есть что-то сказать, то надо выходить и говорить В какой форме, там, вопрос обсуждаемый То есть этот вопрос обсуждается и, там, на площадках общественной палаты То есть многочисленное, там, количество раз Там, собирались, обсуждали, формулировали вопросы Эти, ну, работа идет Кто-то готов продемонстрировать это на публичных мероприятиях То есть в форме митинга То есть продемонстрировать, что у нас есть достаточное количество Озабоченных людей, которых волнуют, ну, очень-очень разные вопросы И экологическая безопасность, и развитие инфраструктуры И экономическая целесообразность, там, всех этих мероприятий Конкретных ответов пока с цифрами Вот пока Росрау еще, там, не представила Да, ведь в сентябре обещали Что именно, как, в каком объеме, какие будут использованы технологии Ну, пока мы этого ничего еще не слышали И будет интересно дождаться, там, очередной контрольной точки, там, декабря Чтобы обо всем этом узнать Но перед тем, как услышать уже какой-то готовый разработанный проект Там, сейчас в общественной палате, там, готовится длинный-длинный список вопросов Там, к этому разговору более подробному с Росрау Чтобы мы, ответы на какие бы вопросы мы хотели бы услышать про этот проект Про то, как он будет осуществляться За какой счет Исходя из каких ресурсов И что будет в итоге У нас сейчас перерыв Полминуты и вернемся в студию Продолжается программа «Особое мнение» Сегодня его высказывает руководитель Кировского центра поддержки НКО Членом общественной палаты Кировской области Олег Ткачев Олег, до перерыва мы с вами затронули тему митингов против заводов в Марадыково И вы сказали о том, что люди должны требовать решения проблемы от региональной власти Причем, ну, происходить это может в любой форме, в разных формах И если вот к вопросу о формах вернуться, да, митинги, которые проходят против Марадыкова Они обычно, не знаю, кто-то называет их политизированными, да, потому что проводят их обычно партии различные КПРФ у нас этой темой занимается, Парнас вот в последний раз на эко-протест выходили И, допустим, в нашем же эфире КПРФ уже обвинили в том, что они, я цитирую, дербанят марадыковскую повестку в политических целях Вот на ваш взгляд, так это действительно? Ну, а, собственно говоря, что в этом такого и почему политические партии должны самоустраняться от важного вопроса для региона? Политика – это квинтэссенция экономики, насколько мы помним И, собственно говоря, если что-то происходит, а зачем нам вообще политические партии, если они не формулируют никакие вопросы И не готовы, как бы, свою политическую позицию как-то формулировать и там как-то объединять интересы людей То есть мнение тоже у нас в эфире высказанное о том, что там митинги по проблемным вопросам не должны быть политизированы Вы не согласны? Ну, а как? Ну, а сколько политик у нас должно быть? Там вот эта политическая политика, там, где участвуют политические партии Вот это вот какая-то общественная политика, которая вот И сколько видов разных публичных мероприятий там может быть Вот на эти должны собираться только политические партии, а вот на эти они не должны ходить Для меня это странная постановка вопроса То есть политические партии – это именно такие организации, которые по нашему российскому законодательству Ну, это такая форма политической деятельности граждан для выражения собственного мнения А вот вопрос о том, должны ли объединяться они для проведения митингов? Потому что мы видим и смотрим по 100 человек на митинге, а если бы объединились? Я вообще не понимаю слова «должны» Кто кому должен? То есть, ну, я не знаю, люди не одалживали там друг у друга или у кого-то там у власти там 100 рублей С тем, что вот должны прийти и отдать Если человеку есть что сказать, он может это сделать от своего собственного имени То есть, выйти и высказать свою личную позицию там на одиночном пикете Если у людей есть силы, они могут объединиться Если они доверяют каким-то зарегистрированным политическим организациям Они могут объединиться в рамках деятельности зарегистрированных политических организаций И далее там читаем закон о политических партии, в каких формах И у них есть дополнительные возможности через там фракции Через выдвижение кандидатов от политической организации Там участвовать в выборном процессе и так далее Если кто-то формулирует, что для него этого не надо И достаточно просто там с соседями объединиться И высказать свои мысли по поводу там происходящего Ну, почему бы нет? То есть, законодательство у нас допускает и так И вот так, и еще много как И не стоит обсуждать технологии И там кто кому чего должен И кто никому ничего не должен Если могут, если умеют, то вперед Хочется понять вот еще относительно к митингам Вообще, насколько точка зрения людей показательна Потому что не так давно прошел опрос Судя по нему, большая часть опрошенных просто не знает Что вообще в Марадыково появится То есть, какой это будет завод Мы там, ну, говорим о том, что это завод По обращению с отходами первого и второго классов опасности Но вот большинство об этом не знает При этом в том же самом опросе 99 процентов, даже, ну, почти 199,6% Высказались против этого предприятия Вот Такую позицию как расценивать? Ну, людей всегда пугает Там неизведанные, там, таящиеся угрозы Это нормально, логично Об основном так всегда бывает Люди не знают Точный размер там Налогов и там Сборов, которые платятся С их заработной платы То есть спросите любого человека Может ли он точно посчитать Сколько отчислений и налогов платится с его заработной платы Там в рублях-копейках Очень немногие смогут сказать вам Там, сколько точно То есть за них это платит организация Там и главный бухгалтер в организации Там, скорее всего, ну, более компетентен в этом вопросе И может сформулировать какие-то там позиции Как к этому относиться? Ну, конечно, люди всегда за все хорошее против всего плохого То, что люди не очень точно знают Что происходит там в этом вопросе Ну, это к вопросу открытости Это к вопросу доступности информации То есть на самом деле Что происходит по поводу Марадыкова Ломают голову То есть там еще пока ничего не происходит Готовится некий проект Готовится изыскание То есть они проводятся Итогового результата еще не видел никто То есть есть только намерение И идет какая-то работа Плоды этой работы еще не презентованы И результаты, которые будут презентованы Они, не знаю, они могут пугать Могут восхищать, но пока их нет Ну, то есть пока голосуют люди против неизвестности Да, люди голосуют против неизвестности И со своей точки зрения они правы А вот еще по поводу голосования На тех же митингах Заявляется о том, что уготовится референдум Ну, точнее там Некая организованная группа кировчан Созданная инициативная группа Хотят провести референдум Вот вы как идею референдума По этому вопросу оцениваете? Я не думаю, что референдумы стоит проводить Ну, ровно по каждому вопросу Там нашей жизни И как бы таким, ну, сплошным голосованием Решать все детали там нашей жизни Вот Мне бы хотелось, чтобы Референдумы проводились По каким-то таким более общим вопросам В которых есть, ну, какие-то стилевые предпочтения Например? Ну, например Там излюбленный наш вопрос Который там Вот если его и как-то и решать По поводу переименований То это вот Здесь каждый житель Ну, абсолютно компетентен То есть По вопросу нравится, не нравится С таким именем жить дальше Или с другим именем жить дальше Это, пожалуйста, на референдум И не надо больше там мучить никого А вообще нравится, не нравится Это вот те вещи, которые референдумом решаются? Референдум должен как раз решать вопросы По принципу нравится, не нравится По вопросу есть опасность, нет опасности Все-таки это прерогатива экспертов А прерогатива людей Доверять или не доверять этим экспертам То есть здесь больше то, что касается Технических каких-то аспектов, экономических Здесь область более точного знания И владения фактурой И здесь могут быть очень разные резоны И иногда должны быть Иногда должны применяться Достаточно там жесткие решения Я не знаю, тот ли этот случай Но иногда бывают там Непопулярные решения От которых там не уйти Если каждый раз ставить на голосование На всеобщее То мы не сделаем ничего Не построим ничего Не добьемся ничего То есть общество ни о чем не договорится То есть всеобщее голосование Возможно только тогда, когда Более-менее понятны и просты Позиции И мне кажется, что это касается Каких-то мировоззренческих И стилевых решений То есть каких-то философских концепций Глобальных А не точных вопросов Размещать такой объект Или сякой объект Тут вот или там Ну вот раз уж вы упомянули Эту историю с переименованием Кирова Нам с вами нужно перейти на другую тему И логично, наверное, это будет сделать Тем, что власти наши И от губернатора мы это слышали О том, что вопрос этот Ну не самый важный И главное, что вот такой вопрос Или какие-то похожие вопросы Они сильно разобщают общество На его взгляд И вроде бы сейчас этому не время Я это к чему? К тому, что Игорь Васильев На посту губернатора Кировской области уже два года И еще год был В качестве в Рио И вот у нас в эфире наших спикеров Мы спрашиваем о том Какими эти два года были Как эти два года Каким словом, может быть Или словосочетанием Можно характеризовать Вот многие говорят, что это тишина Стабильность Опять же, да К тому, что Ну мы не будем ничего делать такого Что может вызвать Какой-то там всплеск Какие-то разногласия А вот вы бы каким словом Это время охарактеризовали? Да как-то так же Вот слово стабильность Мы это слово слышали И в начале двухтысячных И в середине Все как-то про стабильность Про стабильность Стабильности Там все меньше и меньше Как бы и в России Ну вот в Вятке Да, все стабильно В Вятке мало что происходит Причем Раз вы упоминаете Начало двухтысячных То в общем-то Игорь Васильев Тут и ни при чем Слово стабильность Оно введено в обиход Видимо политическими технологами Касательно там периода Правления и тезиса Что самая главная стабильность Администрации Владимира Путина То есть начало там двухтысячных времен То есть тогда начинали Гордиться стабильностью Что вот ну наконец-то Началась стабильность А не то как это было В девяностые годы Вот То есть с тех пор Как этот термин Стал использоваться Стабильности стало меньше Тревожности стало больше Вот Но в Кирове на самом деле Мало что происходит Ну вот политолог Дмитрий Ильин Сказал в нашем эфире Что стабильность Она тоже разная бывает И вот Хорошо Когда стабильность Это не о каких-то конфликтах Не о каких-то коррупционных делах Но плохо Когда стабильность Это о том Что мы Ну не развиваемся Наверное На месте стоим Вот На ваш взгляд В нашем-то случае Что? Ну я не видел там За последние там пару лет Вот каких-то таких Вот прорывных Там вещей Нужны ли они? Ну хотелось бы видеть Что все-таки у нас Там есть перспектива И что Очень хотелось бы видеть Что у нас есть перспектива Может быть Хотелось бы даже Не столько прорывных Сколько перспективных Там новых проектов Которые бы открывали Там Какое-то окно возможностей А видите вы сейчас Какое-то Не знаю Движение К этому Ну вот в соседних регионах Я смотрю там Как бы Допустим Айти деревни Там города Там строятся Там Целые территории По определенному Которые призваны Там В новом веке В новом тысячелетии Идти в ногу Там С научно-техническим Прогрессом И аккумулировать Там усилия Многих Там Допустим Айти специалистов Я смотрю Концентрируются Там тоже Там Какие-то Инфраструктуры Там В уральских Городах Вот Что происходит В нашем родном городе Ну Я не вижу Перспектив То есть Хотелось бы Видеть Но Извините Не вижу Вот тот же Дмитрий Лин Сказал Что Ну А может быть И нет В планах Игоря Васильева И его команды На эти пять лет Какого-то Рывка Может собильность устраивает Там Не знаю Рывок Не рывок Опять же Вместо рывка Я бы хотел Видеть Какие-то Началы Эволюционных Преобразований Которые бы Дали шанс На выживание Нашей Огромной территории Нашим Населенным Пунктам Перспектива На то Что В них будет Вдохнута Какая-то Вторая Третья Жизнь Пока Я этого Не вижу А насчет О чем думает Игорь Васильев Это надо спросить У него У нас сейчас Перерыв на рекламу Через полторы минуты Вернемся в студию Особое мнение На 101FM Это действительно программа Особое мнение У микрофона Сегодня работает Мария Кожевникова А особое мнение Свое высказывает Руководитель Кировского центра Поддержки НКО Член общественной палаты Кировской области Олег Ткачев Олег Не могу Не затронуть Новость Которая Стала известна Накануне Для Леонида Ефаркина Запросили 8,5 лет Напомню Это обвиняемый По делу Парка Победы Компания Учредителем Которой он является Выкупила землю В парке 4,5 гектара По стоимости В 500 раз Ниже Рыночной Вот Такой срок Наказания Для Ефаркина Прокуратура Считает Справедливым А вы как Считаете Когда говорим Про срок Наказания Срок Наказания Зависит От Инкриминируемой Статьи Уголовного Кодекса То есть Там В расшифровке Каждой статьи Пишется От скольки До скольки Суд Может Присудить Там срок Если Квалификация По этой статье Которая ему Инкриминируется Ну такая Значит Срок должен быть Таким Вопрос Доказано ли И подтверждено ли Судом Принято ли Решение Что Он виновен Именно по этой Статье Уголовного Кодекса Мое мнение Такое Что Пока Не будет Расследовано Все дело Полностью То есть Выявлены все Фигуранты И прочее Прочее То есть Там Всегда Останутся Вопросы Недоказанности То есть Пока я не видел Там Стопроцентных Там Пока Он не мог Это сделать Самостоятельно Без поддержки Администрации Города Ну вот об этом Как раз А кто именно В администрации Города Нам пока еще Не предъявили Других обвиняемых По этому делу Или там Какое-то другое Параллельное дело Там в отношении Там есть Да Есть параллельное дело Не установленные лица Администрации Пока эти лица Не установлены Вот Всегда будут Оставаться Сомнения В том что Дело Там Самого Ифаркина Оно подтверждается Там Какими-то Реальными Материалами Ну Вы За делом Следите Ну Я Там Слежу Но Нет Сам Ну Как обыватель Так Читаю Там Какую-то фактуру Которая Там Доносится Читаю Мнение Но У меня нет Там Какого-то Отдельного Доступа К тонкостям Этого дела Ну а вот Видение Есть какое-то Вот этих лиц В мэрии Установят Вообще Кто Фигурантами Может стать Да Фигурантами Много Кто может стать Вопрос Знаете Когда сталкиваемся С российским Правосудием Тут бывают Там Очень разные Чудеса Вот Как будет В этот раз Там Я Не могу Сказать Вот Как система Сработает На этот раз То есть Мы видели Там И абсолютно Абсурдные Дела Где без Доказательств Люди Уходят И там На реальные Сроки Там Наказание Там По многу Лет Мы видели И Когда Явно Со всеми Доказательствами Там Людей Отпускают В зале Суда Ну Всякое Бывает Ну а Если С другой Стороны Посмотреть Вот Уже Да Есть Некое Уголовное Дело На Неустановленных Лиц В мэрии Вот Это Вообще Власть Не дискредитирует Как Чиновникам Верить Показания Которых Мы Теперь Слушаем Они Может быть Не только По парку Победы Нам врали Ну Что Делать Ну Вообще Современный Человек Должен Привыкнуть То есть Мы живем В такую Информационную Эпоху Когда Ее Отличительная Особенность Это Ну У каждого Человека Должен Быть Иммунитет Информационный Там Все Что мы Слышим Надо Перепроверять По 10 Раз И Никому Не верить На слово То есть То Что Говорит Власть Это Ну Не знаю То есть Это Интересно Это Интересно Для обсуждения Для фиксации Мнений Для Там Формальных Поводов Задавать Вопросы Вот Но мы Понимаем Что Это Может быть Там 10 Раз Не так Как это Говорится Или Это Правда Там Только Правда Но не Вся Правда То есть Вот эти Вот Навыки Обдумывания Информации В современную Эпоху Должны Быть Просто У каждого Человека К Другой Теме Перейдем Теперь Не о Власти О Депутатах Поговорим На медиазоне Сегодня читаю Заголовок Сибиряка Задержали За угрозы Взорвать Кого угодно Мертвым Голубем Или Грушами Суть в том Что в полиции В Томске Позвонили Сообщили Что готовится Взрыв Когда полицейские Приехали на место И встретил Пьяный мужчина С мертвым Голубем В руке У нас В Кирове Вполне Себе Трезвые Люди И депутаты Кидают Под ноги Муляжи Гранат Полицейским Я сейчас О депутате Слободской Гордумы Николая Дубравине Известным Своими Социальными Экспериментами Его Тоже задержали За эту историю Когда Под ногами У полицейского Муляж Гранаты Оказался Заводили Уголовное дело Но закрыли его За отсутствием Состава преступления Вот такую ситуацию Вы как расцениваете А как ее расценивать По поступок Такой Хотя депутат Конечно говорит Что граната у него Случайно Выпала из кармана А что расценивать Действия пьяного Мужчины В Томске С голубем Нет Я говорю Да Я пронашиваю Депутата Ну очень грустно Что как бы Депутаты Не знают Чем заняться И ищут И какими-то Такими действиями Привлекают К себе Внимание То есть Это Те депутаты Которых мы заслужили Ну еще Вот один у нас Есть депутат Которого задержали Пьянова За рулем Депутат УЗС Фракция за него Извинилась Ну вот на ваш взгляд Какая реакция Должна была Последовать От самого Депутата От его коллег По фракции В ЗАГС Собрании Достаточно Или Ну просто Извинений Это как бы Решать фракции То есть Как они будут Относиться к коллеге А нам решать Как относиться И к фракции И к партии Чья это фракция И вообще Конкретно Депутатам Если они пойдут По одномандатным Округам То есть Вопрос ведь Не в том Что вот что-то Там должен Да В некоторых случаях Некоторые Там в том числе Нарушение закона Можно понять Если они сделаны Сознательно Ну В таком случае Мы будем знать Что Там данный депутат Сознательно пошел На какое-то Нарушение закона Потому что Потому что Хотел остановить Какое-то Еще большее Беззаконие И поэтому Там нарушил закон Вот Или Это Вот Не сдержался И проявление Какой-то Личной жизни Выплеснулось Конечно Публичные люди Там И депутаты Конечно От них Мы ожидаем Там Повышенных По повышенным Требованиям Там Каких-то Морально-этических Качеств И прочее Когда вдруг Оказывается Что Ну Не соответствует Что Ну Обычный человек Я понимаю Что Да Обычный человек Вот Да Ну Попался Как и многие другие Как Там Сотни других Там Точно так же Попадаются Но Без Там Корочек Ну Ну И что Вот Ну Таково Наше общество Вот В следующий раз Ну У меня не будет Кредитодоверия Ни Этому депутату Лично Персонально Ни Этой партии Этой фракции В которой там он состоит Ну окей То есть Если Они Не самоочищаются Прямо здесь Прямо сейчас Вот Большой разницы нет Там Если прямо сейчас Откажутся от этого Возьмут другого Ну 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 Хорошо Там Провели работу Над ошибками Вот Но могут ее и не делать И тенденции какой-то здесь Вы не видите Здесь все-таки О единичных случаях Стоит говорить Да А не о том Что Ну просто Планка для наших Там избранников народа Она так Достаточно понижена То есть Это говорит только О состоянии Общества в целом У нас осталось Буквально Две минутки И вот Хочу Спросить вас еще О том О чем мы говорили За эфиром С вами успели Поговорить Вы как Председатель Совета Общественной Организации Молодежный Творческий Центр Рассказали Что у вас В пятом этаже Это ваш проект Проходят Интересные Мероприятия Вот Может быть Подробнее Расскажете Чтобы Больше Кировчан Об этом Узнало Да У нас Действует Культурный Центр Пятый Этаж То есть Там мы проводим Различные Семинары Тренинги Лекции Вот И сейчас У нас Идет Такой цикл Ридингов Ридинг Это такая Интересная Форма Когда люди Читают Сложные Тексты С комментариями Специалистов Вот То есть Сами Берут Текст И читают Сейчас Мы читаем В данный момент Мы читаем Эммануила Канта А кто Помогает Вам В этом Нам Помогают Преподаватели Кировских Вузов То есть Бывшие Преподаватели Вузов То есть У нас Хорошая Научная База Ну Собственно Говоря Делаем Это Бесплатно То есть Приглашаем Вот на нашем Сайте Там висят Объявления Проводится Очень много Разных Практически Каждый день Идут Самые Разные Мероприятия И Мне было Забавно Там Смотреть Там Интересно Смотреть Что Вот На Иммануила Канта Там На первую часть Пришло Достаточно Много Людей И С Достаточным Оживлением Интересом Пытались Разобраться В сложном Тексте Вот Как долго Этот проект Будет длиться Так Ну Вообще У нас Проект Пятого Этажа То есть Он уже Год Идет Нет Я имею Ввиду Именно По Канту Будет Несколько Чтений То есть Где-то Там Четыре Или Пять То есть Еще прийти Посмотреть Послушать Да Можно Дальше Мы будем Брать Другие Тексты И обсуждать Другие Темы Там Не менее Интересные Вот Меня просто Позабавило То что Вот На Иммануила Нашего Канта Собралось Достаточно Много Людей Вот Не в Пример Там Чем На Менее Известной Фамилии Вот Людям Это Интересно Люди Пытаются Разобраться О чем же там Говорил Старина Канта И это позитивно На этой ноте Мы и заканчиваем Сегодня нашу программу Олег Спасибо вам большое Доброго дня Вам и всем Слушателям До свидания Особое мнение На 101FM